Название спектакля цитирует классический романс о любви. «Снился мне сад в подвенечном уборе в этом саду» и в то же время отсылает к произведениям Антона Павловича Чехова. Вроде бы и классик жил и писал уже давно, и сам роман с родом из Серебряного века. Однако же актуальность чеховские строки не утрачивают. Чехов, он вообще гений, надо сказать, и не только драматургия, еще и литературы. Вот два автора, это Шекспир и Чехов, которых можно бесконечно ставить, бесконечно читать. Они созвучны жизни. В основу постановки легли хрестоматийные чеховские новеллы. Несвязанные между собой историей роднит легкость, весенний каприз, интеллигентный юмор и фирменная чеховская ирония. А в постановке Олега Жукжды еще и Вальдемар, сквозной персонаж, рассказчик. В исполнении Василия Уточкина. Для меня, как самый, наверное, один из самых интересных, но один из самых страшных, наверное, драматургов, это Антон Павлович. Потому что у него люди пьют чай, вокруг рушится мир, бывает. Но слава Богу, что в нашей истории здесь как раз-таки мы были ближе к Антону Чехонте, где у нас водовиль, где у нас очень весело, интересно, очень смешно и очень вкусно и стильно именно шутим. Что позволяет как бы поднять уровень самого зрителя, который приходит, да, который пропитывается этой чеховской иронией, чеховским таким вкусным таким цинизмом порой. После перерыва спектакль снова на сцене с переменами, созвучными временем. Пересмотр пришлось сделать. Во-первых, и Чехов требует, потому что он очень созвучен в сегодняшнем времени. И какие-то фразы просто меняют нюансы. Вот эта вот нюансировка, скажем так, старого Чехова под нового, вот она, наверное, стоит того, чтобы еще раз ходить и посмотреть этот спектакль. Абсолютные перемены. Вот мне кажется, осталось буквально день до премьеры. Я постепенно думаю изменить практически на 80% персонажей от первоначального, потому что мы нашли с Олегом Олеговичем одну вещь, штучку, которую мы, наверное, буквально на прогонах сейчас ключевых попробуем. И мне кажется, Вальдемар, которого я работаю, его так зовут, этого персонажа, я думаю, он очень сильно изменится. Жанр в Вадевиль. Очень непрост для постановки. Создать целостный спектакль из нескольких новелл задача тоже не из простых. Однако у команды театра есть приемы. Первоначально надо понять, что за жанр, в каком жанре мы будем существовать. Тогда, если мы понимаем, в каком мы жанре существуем, мы уже изобретаем потихонечку язык, которым мы будем рассказывать историю, да, визуальный язык. И, соответственно, он рождается на основе великой драматургии, самой, наверное, сильной драматургии. Ну, только, да, наверное, только Шекспир может сравниться с Антоном Павловичем по мощи, по тонкости, по искрометности юмора. Создает атмосферу и музыкальное сопровождение музыка в спектакле «Живая». Кстати, театр «Кукол» – один из немногих, может похвастаться такой возможностью. В каждой пьесе писалась музыка специально, но еще используется, помимо специально написанной музыки, еще используем мы любимого композитора Чехова, Петра Ильича Чайковского. Звучит романс «Мой гений, мой ангел, мой друг», звучит дуэт прилепа «Миловзора» из «Пиковой дамы», но еще и «Глинку» тоже мы включили, «Не скушай, не на безнужды». И так звучит музыка еще моя, она в стиле написана как раз того времени, в исполнении духового оркестра. И очень хорошо, что у нас идет, как у бывателей тогда, все время на летней беседке, у нас идет исполнение музыки «Живая скрипка», «Живая плейта», «Живая контрабас», «Гитара», даже балалайка и фортепиано. Играет музыка «Живая скрипка» Хотелось бы, чтобы все ушли такие слегка осчастливленные, с ощущением того, что жизнь – это не просто какая-то, так сказать, гадость несусветная, а все-таки в ней есть то, ради чего стоит жить. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».